В фильме с Робином Уильямсом «Двухсотлетний человек» робот Эндрю со временем стал человеком. У него появились органы, ткани, чувствительные к прикосновениям руки. Так фантазия кинематографистов становится почти реальностью. Международная корейско-американская группа ученых создает электронную кожу, которая не только внешне похожа на человеческую, но и способна реагировать на смену температуры и на касание. Они разработали специальные сенсоры, которые могут не только, например, показывать температуру, а именно за счет одного типа сенсоров, электрода с электролитами, эти сенсоры позволяют сразу анализировать разные воздействия на кожу. Это все сделано для робототехники. Сейчас есть специальные технологии по выращиванию кожи для людей, получивших тяжелые ожоги. Но применять электронную кожу пока невозможно. Для лечения ожогов нужны биологически совместимые материалы. Можно создать биомеханический протез. Если на этот протез поместить вот такую электронную кожу и правильно эту электронную кожу совместить с мозгом, и тогда потенциально можно создать протезы, в которых человек сможет ощущать окружающий мир максимально приближенным к естественным ощущениям. Протезы уже сейчас значительно облегчают жизнь некоторым людям. Если ученым все же удастся совместить электронную кожу с человеческой, то это станет феноменом в сфере биотехнологий. Джамини Баева, Ленар Тавлитьяров, Универт Ньюс.